Главное при покупке квартиры не попасться на уловки мошенников. В этом смысле шарлатаны всегда на чеку, готовы любыми способами вытянуть деньги. Вот недавно обратил внимание, куда ни глянь, то и дело объявления экстрасенса-целителя, который и вылечит, и в личной жизни поможет. А ведь это самый древний и легкий способ вымогания денег. Но, как выяснилось, небезызвестные случаи с Гробовым и Кашпировским так нас ничему и не научили. И к магам люди у нас по-прежнему любят ходить. А ну-то, в общем, и понятно, к чуду прикоснуться каждому хочется, а порой и безысходность за горло хватает. Наш корреспондент Ольга Ившина попыталась окунуться в мир магии, и вот что из этого получилось. Скажите, пожалуйста, когда можно подойти и сколько денег с собой взять? Вы гадание имеете в виду? Да. Гадание стоит 800, принимая ежедневно с 10 до 7. А если вот порчу снять? Все вместе, вместо с гаданием 2000. Паранормальные способности, как нормальный бизнес, хрестоматийная по золоти ручку, погадаю, теперь заменяет прайс-лист. Снять порчу или приворожить 500 рублей, отыскать пропавшего от 5000, программирование на богатство от 10. При этом на руках у магов не только все карты, но и дипломы, и гарантии. Скажите, пожалуйста, а вы, вот у вас какое-то свидетельство, да, я вот просто смотрю сейчас газету с объявлением, у вас, вы прям лицензионная, да? Я давно работаю, это основной вид деятельности у меня. То есть у вас какое-то, вот я вижу, какое-то даже свидетельство есть, да? Ну да, да, гарантия 100%, поэтому я сначала, для меня важно посмотреть. От традиционного таинственного антуража многие чародей уже отходят, принимают в офисах или съемных квартирах с евроремонтом. Что-то он будет решать, ему будет помогать какой-то взрослый человек, у него будут какие-то командировки, он будет ездить. Карты Таро Виктория раскладывает уже 8 лет, в последнее время принимает по 9-10 часов в день, от клиентов нет отбоя. У меня даже были такие ситуации, то что, а почему, Виктория, у меня нет денег, у всех есть, а у меня нет. Сделайте мне так, то, чтобы у меня были деньги. Очень много сейчас обращаются у людей с порченными глазами, очень много, очень много приходит молодых людей чиститься от всяких приворотов. Потому что сейчас, честно говоря, люди очень мстить любят, чтобы у людей было плохо, у меня было хорошо. Волшебство предлагают использовать по любому случаю. Болеешь – к целителю, в неуверенность в завтрашнем дне – к ясновидящей. Вредные привычки – экстрасенсы подкорректируют карму. Если проблемы с фигурой, то визит в спортзал объявления советуют предпочесть, визит – к знахарю. Пара сеансов – и вы – стройная блондинка с голубыми глазами. Кстати, ходить к традиционным гадалкам уже не модно. В почете – мастера восточных практик. Волшебник, так назову себя. Через медитации, через аффирмации, формулы, мантры. Есть такие вещи, которые действительно меняют жизнь человека. Они реально все меняют. Ну как, значит, чего? А это происходит там, наверху. Новая гадалка. Такими объявлениями теперь пестрят некоторые улицы Казани. При этом старые маги и чародеи никуда не исчезли. Просто чем ближе к Новому году, тем больше люди хотят решения проблем и исполнения желаний. По данным соцопросов, каждый пятый россиянин хоть раз обращался к чародею. Венеру Зарипову к магу привел интерес. Сеанс обошелся в тысячу рублей. И оставленной суммой и услышанным осталась довольна. Мне, конечно, очень понравилось, что она рассказала, потому что плохого она не сказала ничего. То есть и деньги были, и любовь была, и дети. Пока не сбывается, конечно, но я верю. Вера в услышанное – залог успеха гадалок, говорят специалисты. Человек подсознательно программирует себя и прилагает максимум усилий, чтобы результаты ворожбы воплотились в жизнь. А прочитать мысли мечты клиентов помогает знание психологии. Гузель Махмадива изучает поведение человека в экстремальных ситуациях. Признает некоторые коллеги после работы из светила науки, переквалифицируются в тружеников оккультизма. Причем доходы больше приносят именно такой бизнес. В психологии невозможно работать именно как на поток и зарабатывать на этом большие деньги. Если он хочет решить проблему, лучше все-таки идти к психологу. Если он хочет получить поддержку, поглаживание, какое-то тепло, может быть, и гадалки. Потому что, по сути, гадалки, они отрицательно этого много не говорят. Они, по сути, дают позитивную установку, чаще всего. Представители духовенства к работникам оккультного цеха относятся негативно. Но к гадалкам у нас всегда было отрицательное отношение в церкви, потому что гадание – это узнать будущую судьбу. Мы хотим идти против воли Божьей. И то, что вот сейчас особенно пред праздником, пред Новым годом, люди обращаются к всевозможным гадалкам, это просто говорит о нашем духовном невежестве. Нужно обращаться к Богу, к Аллаху и просить Всевышнего, Творца, который действительно нам поможет и который действительно решит наши все проблемы. Может быть, не сразу, может, через некоторое время. Походы к гадалкам могут пробить брешь не только в бессмертной душе, но и в семейном бюджете. Недавно в Казани жертвами мошенников стали родители больного ребенка. Четыре года они платили несуществующей целительнице. Наколдовала она на 8 миллионов рублей. И случаев подобных – сотни. Из всех совершенных мошенничеств в этом году 79 фактов мошенничеств совершены под предлогом снятия порчи и гадания. По версии МВД, работа некоторых волшебников тянет на статью «Мошенничество и незаконное предпринимательство». Но рейдов по проверке колдунов не проводят. Ни одно ведмство таких полномочий и распоряжений не получало. И вывести на чистую воду магов с лицензией или без – получается некому. А значит, идти к гадалке или не идти – каждый решает сам. Ольга Ившина, Дарья Бакунина, Равка Дзядинов, Павел Прищепов. Вести. Татарстан.